Одной из важнейших реформ в Казахстане является обеспечение принципа закона. Верховенство закона становится реальностью, когда в правовом государстве без коррупции безупречно работает правосудие. А правоохранительная система пользуется высоким уровнем доверия населения. Это долгосрочные ориентиры в рамках пяти институциональных реформ плана нации «100 шагов», обозначенных первым президентом Ельбасы. За 30 лет независимости в республике проделано много работы в этой части. В послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы. Прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года президент Казахстана Касым Жумар Токаев отметил, наша цель – дальнейшее повышение эффективности государства, транспарентности и конкурентности политического процесса. Для последовательного укрепления государственности мы будем осуществлять все преобразования постепенно с учетом нашей специфики. Это единственно верный путь построения сильного, справедливого и прогрессивного государства. Конец цитаты. В послании главы государства народу Казахстана отмечает, что орган Трундел освобождены от ряда непрофильных функций, повышен статус участковых инспекторов полиции. Они у нас сейчас наделены дополнительной полномочной сфере профилактики и правонарушения. В ряде регионов в пилотном проекте запущена сервисная модель полиции. Следующий этап, получается, это масштабирование этой работы. Данная работа и успех этой работы зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений и оказывать содействие полиции. В рамках концепции следующего государства проведена реформа местных полицейских служб по принципу полиции в шаговой доступности. Ключевая роль отводится непосредственно участковым инспекторам полиции, которые наделены правом самостоятельно устанавливать краткосрочные запреты, либо иные ограничения в отношении правонарушителей. На сегодняшний день в области функционируется 191 участковый пункт полиции. За годы независимости модернизации органов внутренних дел уделено большое внимание. В разные периоды разрабатывались дорожные карты. В департаменте полиции в полной мере реализуется дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы, которая включает все четыре мероприятия по девяти основным направлениям. Отчислено сокращение общей штатной численности департамента на 10%. Проведено преобразование строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в патрульную полицию, а также произведен поэтапный перевод сержанства состава в офицерский. В положительном плане следует отметить, что улучшилась система оплаты труда социальной защитой. Принимаются меры поэтапного увеличения дирижда задержания сотрудников. Так, за счет средств сэкономленных на оптимизации штатной численности с 1 июля 2019 года увеличены должностные оклады сотрудников патрульной полиции на 65%, оперативно-следственные подразделения на 55%, участковые инспекторов полиции на 25%, другие службы на 20%. В текущем году повышены должностные оклады от 17 до 55% в зависимости от категории должностей. Так, в 2022 году от 7 до 30% поэтапные, в 2023 году от 10 до 33%. Наряду с этим проработан механизм решения жилищных проблем сотрудников административной полиции. В целях реализации жилищных вопросов правительством за номером 290 расширен перечень компенсаций за наем, аренду жилища. В этот перечень включены должности строевых подразделений патрульной полиции, участковых инспекторов полиции, в том числе по делам несовершеннолетних. В части решения жилищных проблем сотрудника также проведена определенная работа. Так, в июне 2019 года сдан в эксплуатацию 100-квартирный дом для сотрудника отдела полиции Бурабайского района. Также сдан в эксплуатацию в 2020 году 90-квартирный жилой дом в городе Кокштаб. Все эти преобразования положительно влияют в целом на оперативно-служебные деятельности сотрудников, социальную обеспеченность и улучшение качества жизни сотрудников. В рамках реформы органов внутренних дел и реализации дорожной карты была создана туристская полиция, которая работает в Акмолинской области более двух лет. Туристская полиция, целью которой подойдет является повышение международного имиджа и туристической привлекательности нашей страны. Турполиция, помимо охраны общественного порядка, обеспечивает комфорт и безопасность граждан других стран. Это во время их пребывания на туристических наших объектах. Это у нас Бурабай и Зелендэ. На сегодняшний личный состав туристской полиции составляет 10 человек. Это полицейские, которые, помимо профессиональных качеств, владеют иностранными языками, знают историю края и могут оказать содействие в оперативном расследовании происшествий в отношении туристов. Туристская полиция в Акмолинской области оснащена электромобилями, которые используются в летнее время, планшетами и, соответственно, видеорегистраторами и средствами связи. Сервисная модель полиции подразумевает новые форматы работы с населением. Среди ее приоритетов – облегчение гражданам доступа к полиции, удовлетворенность услугами, а также тесное партнерство с населением. Проводится прием граждан, приемная на дороге. Для улучшения качества оказываемых услуг большая работа ведется в рамках программы «Цифровой Казахстан». «Хотелось бы отметить, что за годы независимости нашей республики произошло изменение в правоохранительной системе. Одной из главных задач целей внутренней политики страны является построение сервисной модели государства, важнейшей роль которой отводится органам внутренних дел. Сервисная модель полиции подозревает новые форматы работы с населением. Доступность и уровень доверия граждан – основной критерией оценки нашей деятельности является. Проведена работа по внедрению приемных для граждан в административных зданиях департамента полиции. В ее территориальных подразделениях также открыты приемные для граждан. Проводится акция по приему граждан вне кабинетов, то есть в общественных местах, приемные на дороге. Для улучшения качества оказания государственных услуг населению в 2019 году создан Центр миграционных услуг в городе Каштал. В целях взаимодействия со средствами массовой информации в части информированного населения в 2019 году в департаменте открыт медиа-центр и общественные приемные для граждан. В целях информирования населения о деятельности внутренних дел и принимаемых мерах по профилактике борьбы с преступностью, по обеспечению охраны общественных порядка и формирования объектов общественных мнений проводится активная работа по организации информационного сопровождения деятельности ведомства. Активно используется у нас множество социальных сетей. Открыт персональный аккаунт начальника департамента и его заместителей. Также участковые инспекторов полиции состоят в чатах КСК. Проводится работа по поэтапному ковровому покрытию системы видеонаблюдения областного центра с выводом в Центр оперативного управления. В настоящее время в ВПУ город Каштал установлено 174 камеры, предназначенные для охраны общественных порядков. Для внедрения проекта омниканальности процесса приема сообщений граждан установлено техническое оборудование и запущено программное обеспечение в 9 подразделениях департамента полиции, а также во всех территориальных подразделениях. Обновлена компьютерная техника, проведено подключение программного обеспечения. На сегодняшний день следственные подразделения департамента полиции оснащены 72 рабочими местами для расследования уголовных дел в электронном формате. В рамках развития ЕУД до конца сентября месяца все следственные подразделения будут 100% оснащены рабочими местами. За годы независимости по инициативе лидера нации, президента страны, проведены реформы, благодаря которым обеспечивается высокий уровень социально-экономического развития, общественно-политическая стабильность и безопасность Казахстана.